добрый день любое другое время суток по вашему выбору сегодня у нас будет несколько необычный выпуск рубрики битвы идей ну потому что там обычно что там всякие левачки там всякие немецкие там или наши революционерки там что-то рассказываю там когда-нибудь саша халантай до лариса рейснер у лирика майнхофф а вот но понимаете есть у нас много таких текстов например воспоминания жен декабристов мемуары революционеров у них есть как бы не то чтобы недостаток но одно общее качество они все как бы уже записаны постфактум да а вот ну и стали известны постфактум ну когда мы узнали какие хорошие были декабристы мы прочитали там воспоминания жен декабристов когда мы когда революция победила да мы почитали там ларису рейснер там саша паланта и так далее тому подобное вот но для этого много ума не надо вот а вот почитать мемуары революционеров еще до того как они победили да то есть в процессе это это гораздо круче по моему да то есть чувствуешь себя причастным вот к революции а вот к свержению кровавых режимов к борьбе за свободу не побоюсь этого слова и сегодня нам журнал деревня наш любимый запрещенной в российской федерации вот он нам дает такую возможность дело в том что журнал деревня поговорил с россиянами которые уехали в тбилиси после начала чего-то что-то началось и они уехали я сразу предупреждаю слабонервных детей беременных женщин лучше подальше над экрана убрать а вот потому что это душераздирающая чтиво вот просто выворачивает наизнанку во всех смыслах этого слова вот так же взять наш любимый предмет то есть вафельное полотенце которое надо на голову намотать до чтобы не отбить себе лоб от фейспалмов и что-нибудь куда вы будете плакать потому что я говорю я читал я рыдал вот я надеюсь что вы сейчас тоже будете рыдать вот потому что мы это все зачитаем это первый момент второй момент надо учитывать все-таки что речь идет об очень молодых людях да то есть ну тем более как бы сформировавшихся в рамках нашей новой замечательной школьной системы вот это надо учитывать и об этом надо неплохо бы об этом подумать да вот что производит наша замечательная система образования да ну поэтому надо все-таки делать скидочки потому что вот в разных соцсетях некоторые из которых тоже уже запрещены на территории российской федерации их откровенно называют малолетними долба так далее да но они они же маленькие еще ребят ну ну что вы прямо так то да вот ну и вот после этих двух дисклеймеров я думаю можно начать чтение иван 24 года копирайтер устал из-за страха быть призванным в армию денег хватает только на еду поэтому срочно ищет работу в тбилиси помню как хотел купить в тбилиси пиво но не стал оно стоило 5 лари хачапури стоит 2 лари на нем я могу поражить полдня я стараюсь тратить не больше пяти лари в день что тоже для меня много если получится вывести рубли с карты я смогу оплатить жилье на следующий месяц у меня останется денег на еду на две-три недели на улицу я почти не выхожу каждая вылазка это траты занимаюсь в основном тем что пытаюсь вернуть деньги пишу в банк что мне не на что жить я вот замечу да в остальное время пишу и рассылаю резюме жить не на что но компьютер с интернетом есть мне нужно найти работу в идеале маркетологом зарубежной компании на россию я работать не хочу тут я уже у меня уже слезы начинают течь потому что когда тебе нечего есть и тебе нужно найти работу ты устраиваешься маркетологом в зарубежной компании ты идешь курьером раздатчиком каких-нибудь листовок я не знаю дворником кем угодно они маркетологом зарубежной компании просто между не нужно найти работу я хочу себе хорошую работу которая мне нравится это немножко разные вещи во первых непонятно что на россию я не хочу работать во первых непонятно что будет с экономикой в стране вот тут я согласен не очень понятно а во вторых мне кажется это этически неправильным сейчас например вконтакте открыли много вакансий но даже если я буду голодать не стану работать на них они связаны с властями поддерживают информационную что-то с украиной блокируют страницы оппозиционеров и независимых сми ох какие нехорошие вконтакте люди живут парень по моему ты просто еще ни разу не голодал у меня есть такое ощущение в школе мне казалось что россия не моя страна потому что в ней нет политической свободы вот это вот по поводу школы да то есть вот подумайте немножко про нашу школу если люди которые в ней учатся вот у них вот так такие мысли просят я конечно понимаю что что нас нашей школы сняли воспитательную функцию да но другой стороны тут есть подумать о родителях этого гражданина да или он уже не гражданин и не знаю я думал что уеду отсюда то есть он уехать хотел еще до да а это как бы повод но в последние четыре года решил остаться и строить прекрасную прогрессивную свободную россию будущем из-за отъезда я чувствую злость даже агрессию хочу задушить всех старых дядек которые собрались наверху и разрушили мои планы на жизнь в этой стране и нехорошие старые дядьки прям как три толстяка вы плачете я надеюсь уже я не понимаю зачем нас родили в девяностые когда наши родители жили в жопе мы дети девяностых травмированы по всем фронтам ну понятно он сам не виноват ни в чем виноваты родители девяностые старые дядьки там еще кто то кто угодно только не только не я опять же ребят делайте скидку это молодой пацан он еще как бы жизни знает сначала родились в бедности а теперь еще живем в ужасном военном времени интересно родившийся в бедности значит всю жизнь судя по всему мучился теперь вот в ужасном военном времени живет хочет работать маркетологом зарубежной компании ох ох уж эта бедность до чего давай караул зачем нас воспитывали зачем я учился в школе учился рисовать играть на гитаре и на барабах в конце каждого года я делал видео склейки со своими лучшими моментами для чего пришел один человек который решил всех нас убить и забрать вместе с собой в могилу простите как мой как можно так жить в этой стране извините пожалуйста они желание воевать за россию последние полтора года я работал копирайтером на фрилансе зарабатывал копейки в месяц не больше пятнадцати тысяч рублей ну вообще-то это не то чтобы копейки для молодого человека вот тем более что 17000 скажем ну то есть на две тысячи больше это уже средний класс вы помните да у нас 17 тысяч это средний класс но мне многое не нужно жил в деревне у бабушки где у меня и дом и еда ну то есть у него еще и все готовы нормально тратился только на одежду и тусовки на которые ездил по выходным в соседний город фига себе копейки на тусовки хватал хватает до накопление у меня не было я много хожу на митинге но мои родители но мои родители конформисты они может быть и против чего-то там никогда не скажут об этом вслух в десятом классе я репостнул во вконтакт пост про навального и родители вызвали меня на серьезный разговор оказалось им сказали о моем посте на работе видимо проверяли детей сотрудников ужасно ужасно система за тобой следи особенно в контакте как будто если ты по избучке что-нибудь там репосте шли в телеграме никто ничего не узнать они попросили больше не писать про политику потому что опасно с тех пор с тех пор я скрываю от них свою политическую активность и не говорю что хожу на протесты мне пришлось заблокировать родителей в соцсетях чтобы спокойно выкладывать посты и писать что хочу ну и собственно заблокировал родителей начал писать что хотел видимо простая мысль о том что его пост видели не родители а другие люди да собственно родители это узнали про пост о навальном не соцсетей им об этом рассказали другие а он заблокировал родители и начал писать что хоть молодец не извините когда началось что-то я позвонил родителям и расплакался тоже расплакался пытался объяснить что происходит трагедия не только для украины но и для нас потому что россию ждет кризис и смерть многих молодых людей включая меня у меня нет военного билета отсрочка от армии которую я получил благодаря учебе закончилась в этом году и 1 апреля меня должны признаю призвать на службу я был уверен что срочников отправят в украину говорил что мне надо уехать из страны вот кстати вот это к вопросу какие настроения у нас гуляет в некоторых молодежных так сказать сферах да но родители все отрицали тверд твердили что я никому не нужен что в спецоперации участвуют профессионалы но скажем так как мы тут видели бывают некоторые сбои в этой прекрасной системе и не только профессии профессионалы попадают спецоперацию но просто по банальной логике вот такой малолетний дебил простите только что призванный там точно не нужен вот сто пудов вот когда 4 марта председатель совета федерации валентина матовенко объявила что в спецоперации действительно участвовали срочники мама насторожилась тогда же пошли слухи об ведении военного положения я очень боялся поскольку денег у меня не было без помощи родителей я бы не уехал тут возникает вопрос собственно ты уехал потому что против войны или потому что ты призыв боишься о сборах и прощание с россией родители скинули мне 30 тысяч рублей я купил билеты на 5 марта авиакомпания отменила мой рейс денег на новый билет не было да и рейсов становилось все меньше я зарыдал интересная реакция на все проблемы я за я рыдал я зарыдал его бы точно в армию взяли сомневаюсь я думаю что там любое психиатрическое обследование показала бы какие-то несовместимые с армией вещи новые билеты стоили примерно 50 тысяч мне их купили подруги из украины подруги из украины вот я конечно с одной стороны я конечно против запрещения вот там соцсетей каких-то да и так далее и тому подобное это с одной стороны но другую с другой стороны вот у нас есть как потенциальный призывник и подруги некие с украины у которых так много денег что они могут болтос кинуть мало знакомому судя по всему знакомому по сетям человеку интересные такие люди да вот до сих пор не могу осознать что они мне помогли моя страна бомбит украину ее жители бегут в европу чтобы спастись я должен помогать им деньгами и извиняться но вместо этого они помогают не переживают думаю жизнь потому что понимают я не выживу если объявят военное положение они подарили мне ощущение безопасности а это самое важное что можно дать в это время вот а вот теперь представьте что вот этот вот парень да он выучился на какую-то профессию и поступил например какой-нибудь государственное учреждение работать какой-нибудь росатом там на не знаю или рос вооружение да вот или в какую-нибудь государственную такую вот контору да а у него вот такие подруги с украины который ему шлют деньги да вот и которые для него гораздо лучше чем вот все окружающие его люди это по поводу пятой колонны а вот ну просто но чисто практические такие моменты да вот ощущение во время сборов было странным будто надо упаковать всю свою жизнь дневники которые я вел последние два года жизни и в которых писал не только автобиографические заметки но и политические взять не смог из-за проверок на границе интересное оказывается есть еще люди которые пишут дневники судя по всему от руки уникальный какой-то персонаж перед отъездом прогулялся по деревне попрощался с ней я больше не увижу эти улицы возле монастыря где меня крестили хотел захотел купить крестик последние годы я стал атеистом раньше ты был видимо таким упертым православным до последние годы 24 года человек но почувствовал желание иметь хоть какой-то артефакт из россии вынужденная срочная миграция похоже на состояние когда тебе отрубают конечности оставляют на родине а ты должен ехать с изуродованным телом из-за суматохи прощание с близкими оказалось смазанным никто не хотел прощаться так будто это наша последняя встреча я говорил близким что мы еще увидимся но я знал что вряд ли вернуть в россию просто хотел сгладить словами ощущение разрыва перед отъездом отец привез наличные 80 тысяч рублей а еще 70 долларов и 161 евро которые завалялись дома с заграничных поездок нормально заболялись дома 161 евро у вас дома завалялись 161 евро я как-то нет ну вообще вот тут как бы сразу сразу видно да что семья то не бедная вот у человека хорошо себя чувствовал но такой портрет вот этого среднего класса да и к родителям кстати тоже вот уже вопросы накопились да то есть у вас сын такое делает а вы чего вы ему помогаете на допросе на границе русском паспорте интересно а где родители работают вот проверить бы что может они тоже следующие уедут или тоже там у них есть знакомые на украине просто реакции какие-то немножко странные у людей грузии я ехал через наземную грузию я ехал через наземную границу с турцией турецкие пограничники выпустили меня потом я попал грузинским и тут началось самое интересное я протянул паспорт женщине в форме она посмотрела на него и покачала голову я по-английски спросил в чем дело ее напарник ответил мне а ты что по-русски не можешь я сказал что могу но только если они не против понимают язык мне сказали подождать через несколько минут человек гражданской одежды отвел меня в кабинет он объяснил вы только не волнуйтесь это плановая проверка для нашей безопасности вы же понимаете какое сейчас время какое сейчас время у нас грузии по моему с грузии у нас сейчас все нормально в смысле какого-то времени на смерть дружба жвачка нет мы сели за стол он задавал типичные вопросы цель поездки время пребывания когда обратные билеты на все отвечал понятно вдруг спорсил а куда вы планируете возвращаться когда покинете грузии я ответил что в россию он громко засмеялся и сказал иван через две недели россии уже не будет он смеялся еще несколько секунд а когда закончил пристально посмотрел на меня и задумчиво произнес иван иван что же мне с вами делать нависала глубокая пауза а в чем проблема спросил я он взял мой паспорт в руку приподнял его и сказал вашему паспорте его вашему паспорте ну тут опять же это все со слов до записано вот этого молодого человека да поэтому верить или не верить такие вот сценки это дело ваше но если это правда то это интересно все очень звучит я сделал глубокий вдох понял что проделал большой путь летел на самолете трясся в автобусе потратил время и чужие деньги и все зря выдохнул воздух из легких пограничник вдруг улыбнулся и сказал ладно иван добро пожаловать в грузии экономина идея отношений грузин к россиян батуми я приехал в хостел который забронировал в россии тогда уже ходили слухи что русским не сдают жилье поэтому я заранее написал хозяйке на английском здравствуйте мне очень бы хотелось чтобы вы меня приняли я бегу из россии я понимаю что это что-то это ужасно я не поддерживаю ее кого-то ее но это это почему-то женского рода а вот одного но это что-то одного человека и вы знаете его имя надеюсь вы меня примете в этой ситуации я поддерживаю украинский народ а еще я поддерживаю грузин потому что знаю сложную историю взаимоотношений грузии россии как мы увидим ниже не знает в ответ она написала добро пожаловать батум я прожил неделю в это время постоянно искал жилье в разных городах грузии из-за большого спроса на цены квартиры выросли ну вот приехал человек самостоятельно пожить впервые в жизни куда-то его накрыла невидимая ручка рыночка большую часть денег я еще в россии перевел на карту но они застряли во время перевода подруги я до сих пор не могу их получить я уже отчаялся мы за ним прям как петр равен там или фридман я уже отчаялся но за несколько дней до выселения из хостела подруга из белизи написала что ее соседка съехал оставив оплаченную свою часть квартиры на несколько недель вперед случилось чудо теперь любая возможность иметь дома еду кажется чу чудом я пока еще не осознал свою бедность зато узнал каковы экономить но мои проблемы не что по сравнению со страданиями украинцами украинцев я ем гречку каждый день но это полная херня кстати ваня ты в курсе гречка это очень полезно это очень полезная каша ешь ее каждый день независимо от того ты в эмиграции или не в эмиграции но это полная херня у украинцам нечего не только есть но и пить города в блокаде я осознаю это поэтому не строю себя жертву я в примере в привилегированном положении в тбилиси мне спокойнее чем в россии здесь моей жизни ничего не угрожает россии меня каждый день хотели убить судя по всему меня держит на плаву мысль что я ту что тут я не умру от насилия со стороны государства я слышал что некоторым грузинам не нравится приезд русских мои подруги в тиндер тиндер писали сообщение вроде уезжай отсюда материли и оскорбляли ее в подъезде моего дома в тбилиси местные писали fuck russians, go home, you are pigs ну вот кстати государство то может быть тебя не изнасилует а местные не все конечно могут вот я придерживаюсь мнения которое популярно в левом иммигрантском твиттере вот тут я сразу хочу сказать ребят левый иммигрантский твиттер к левым не имеет никакого отношения это сжв это вот лгбт вот это вот все да на то есть фемки и прочие культурные люди а не какое-то пролетарское быдло просто имейте ввиду я придерживаюсь мнения которое популярно в левом иммигрантском твиттере если вы не готовы учить грузинские слова и принимать культуру если не готовы что вас могут не принять и не готовы чувствовать себя лишним лучше не приезжайте интересные советы я не сталкивался с агрессией в свой адрес но однажды хозяйка кафе мне сказала вы молодцы что приехали без и но без вас режим не падет если бы вы остались там то смогли бы объединиться и свергнуть его чтобы не вам не белорусам не украинцам не страдать и белорус интересная хозяйка кафе какая подкованная да из-за вас россиян из-за того что вы уезжаете со своей земли перестаете бороться мы страдаем все мне нечего было ей ответить интересные такие моментики проскакивают о в угрозе ядерной войны и надежды надежды нападение режима мой горизонт планирования два дня из краткосрочных планов найти работу я напомню маркетологам зарубежной компании и заплатить за жилье если не получится просить убежище в организации для российских иммигрантов ковчег кстати вот оказывается такие вот есть еще и организации надо интересоваться что это за конторы таки долгосрочных планов не будет я верю большую войну мне кажется путин в ближайшие дни запустят ядерную ракету в украину нато тверди ответит на это и начнется третья мировая война тогда наступит и мы все умрем мне кажется таково самое реалистичное развитие события но могу в бане успокоить если начнется третья мировая война то в грузию прилетит я думаю не в последнюю очередь он он еще сможет еще куда-нибудь сбежать на нагуа там еще куда-нибудь я буду рад если мы доживем хотя бы до лета или до конца чего-то но в россии я вернусь когда пойдет режим экономика пока не разрушенным поэтому если путина завтра не станет а условный собянин возьмет правление то я ожидаю выводы войск из украины демократизация режима и ослабление санкций ваня ты дурак хотя да ты дурак какая разница путин или собянин ваня ваня ну ты же навальнен и ты же помнишь с кем пороса лёшенька навальный на выборах мэра москвы он боролся все с той же закоснелой системой состоящий из стариков который воплощал как раз собянин так что ничего не изменится с чего он ожидает демократизации режима какой нет ну если преда представить что вот это вот все правда да вот это вот мы будем сидеть у разбитого корыта но хотя бы сможем его починить но если режим не падет в ближайший год или два я не вернусь потому что на разгребание последствий придется потратить десятки лет а я не готов жертвовать своей жизнью ради восстановления ладно я еще могу понять когда боишься призыва в армию что тебя пошлют воевать соседнюю страну и тебя убьют это я готов понять но я не готов решили жертвовать своей жизнью ради восстановления своей страны вот это вот я уже понять готов с большим трудом если путин не умрет мы превратимся в северную корею такой россии жить не смогу но северная корея да это стандартная такая пугалка для малолетних дегенератов которые про нее ничего не знают вот следующий наш гер а это героиня извините сегодня так легко симпатично марфа 27 лет архитекторка именитивы блестящие здесь уезжала в тбилиси отдыхать и решила остаться уволилась с работы в москве и теперь преподает английский язык только вырвавшись из россии я поняла насколько сильны во мне имперские идеи как они заставляют меня смотреть свысока на всех вокруг они решают мне возможности видите в людях людей а не инструмент для достижения цели здесь я осознала свою привилегированность да у меня есть друзья с большими привилегиями например некоторым финансово помогают родители это привилегия интересного понятия привилегированность я не понял она шо в тбилиси приехал и подумал что вокруг тут сплошное быдло она такая белая пушистая что ли это вот у нас новая россия такие мысли у людей воспитывает не знаю по-моему я не знаю я вот здесь в россии общаюсь и дамы с грузинами с узбеками с таджиками никогда голову не приходил что я чем-то лучше их вот но я знаю языки я поездила по миру недавно учила парня английскому и поняла что раньше бы подумал вот он лох не знает английский это же мировой язык теперь я понимаю чувак родился в небогатой семье в школе низкий уровень образования денег на репетиторы не было рефлексия помогает умереть снобизм марфы судя по всему с этим все хорошо но я имею ввиду семьей да вот с деньгами там и так далее о работе в москве и причинах отъезда у меня были билеты в грузию на 26 февраля купила их полгода назад чтобы отдохнуть я была на всех последних митингах опять митинги писала политические картины и в последнее время заметила что за мной ходят одни и те же люди некоторые мои знакомые сидели за политический активизм и я решила не рисковать боялась что и что если останут меня останусь меня заберут несчастная девушка это судя по всему такой такой пуссер райт лайт вот лихимен какой-то до москве я работала архитекторкой государственной организации моспороект товарищ майор если вы слушаете этот ролик ну я же тоже могу какую-нибудь что-нибудь антироссийской ляпнуть и меня тоже надо будет посадить в тюрьму вот но если вы слушаете пожалуйста проверьте организацию государственную организацию моспроект если там работают такие дамы вот мне кажется что ее надо почистить немножко да вот пошла туда с надеждой что-то изменить но оказалось что это масштабная машина в которую ты встраиваешься как винтик твое мнение никого не интересует интересно при капитализме кого-то интересно должно интересовать мнение наемного работника что-то я бы понять этого не могу такие видимо еще не только пуссер райт но еще немножко миша светов да когда началось нечто сотрудников которые находились в отпуске за рубежом срочно возвращали в россию запретили работать удаленно а также пользоваться телеграмом и вот сапом на рабочем компьютере товарищ майор проверьте государственную организацию моспроект там по моему архитекторки вместо того чтобы заниматься архитектуркой что-то делают в телеграме и ватсапе архитектурой там заниматься я думаю сложно в ватсапе 4 марта уже в тбилиси я написала коллегам что увольняю думал что на меня обрушится шквал критики меня назовут предательницы но все отнеслись с пониманием товарищ майор проверьте организацию моспроект еще и вела курс авторской архитектуры в музеоне при пушкинском музее для детей музеон можно проверить тоже оставить преподавание оказалось сложнее всего это моя мечта детства мой вклад в будущее россии я растила поколение которое мыслит критически но судя по тому что сама эта девушка критически не мыслит товарищ майор проверьте это все как таких людей допускают до детей мне вспоминать тут же сима сапрыкина наша любимая знаменитейшая поэтесса кладбищенская вот почему вот эти вот дамы работают с детьми моим ученикам около 12 лет они уже разбираются в политике ведь архитектура служит политическому режиму по ней легко проследить как развивалась общество вот она чему учат своих детей она их учит в партийности в искусстве я уезжала с одним чемоданом и двумя комплектами одежды даже российский паспорт оставила дома отъезд ощущался как потеря близкого человека как физическая боль с началом чего-то во мне разверзлась бездна из-за миграции я сама упал еще в одну но тут идет рефлексия но это же интеллигенция и улыбалась тем более творческая еще отбитая на башку меня до сих пор накрывает время от времени но надо дать время проявить эмоции и выглокаться я не знал что в человеке может быть столько слез тот плакал это пах чудо делаю заняться больше нечем что ли о том как снять жилье вблизи в грузии я много думал стоит ли возвращаться в россию только спустя неделю после приезда решила остаться сначала кочевал из одной квартиры друзей в другую у одного друга был целый хаб люди постоянно приезжали и уезжали я кстати вот сразу замечу что у этих ребят у всех которые уезжают у них куча друзей на украине у них куча друзей в грузии да вот которые им там рассказывают да что вы чё вы чё уезжаете вы возвращаетесь и боритесь вот там познакомим там познакомилась с парнем из крыма который едет через грузию добровольцем воевать за украину еще видела девочку белорусскую девочку которая в два до в двадцатом году бежала из минска в киев а теперь из киева приехал в грузию ну то есть у нас по периметру кораницы образуются такие как они говорят хабы где туда тусуются вот эти вот ребята наши украинские там грузинские и белорусские какие угодно когда перед глазами мелькают разные истории понимаешь что у тебя все не так плохо свое жилье найти сложно но мы с друзьями скооперировались и сняли целый этаж в доме за 150 долларов на человека мы каждый день обзванивали по 15 номеров и 60 процентов арендодателей отваливались потому что не селит россиян однако если сказать что не поддерживаешь это не считаешь россию оккупантом то местные смягчаются какая прелесть предай предай извините я чайку глотну чтобы слезы так сказать компенсировать так пока постоянных повседневных занятий у меня нет последние 15 дней прошли как бреду я носилась с горящей задницей в поисках квартиры деньги заканчивались я не по не понимала что происходит и в россии и в грузии мало знакомой языковой среде я познакомилась таким количеством людей с которыми не знакомилась за всю жизнь сенсорная перегрузка дала себе знать вчера я проспала 12 часов приятно считать образованного человека сенсорная перегрузка понимает же из-за денег я не волнуюсь я много чего умею делать руками дальше идет перечисление рисую да и посуду помыть мне несложно я не знаю кому грузии понадобятся рисунки а вот а мытье посуды ну скажем так мытье посуды дома это не то же самое что мытье посуду скажем в ресторане это немножко разные вещи ну я думаю что в этой либеральной тусовочке там люди не пропадут там если что найдут денег на помощь ворцу с режимом то особенно если потом его выберите обратно суда но сейчас с финансами у меня плохо остаток зарплаты которую мне перевели после увольнения и зарплату отправили майор проверьте организацию где она работала отправила маме и в россии деньги нужны и я немного говорю по-грузинских хорошо знаю английский поэтому даю частные уроки языка чтобы купать еду вот наши об отношении грузин к россиянам россия начала страшную войну в абхазии да правда да не оказывается господин китовань и господин гомсахудли это были русские да офигенно территория которой была оккупирована русскими войсками русские российские танки прошлись подбилиси извините я вот про ивана сказал что он не знает истории но я ошибся это вот это вот девушка вот эту херню пишет российские танки прошлись подбилиси это когда же интересно 2008 что ли не прошлись это очень плохо я прекрасно понимаю что у грузин много поводов не любить русских я не жду что меня примут с распростертыми объятиями будут входить мое положение вот кстати мы можем вспомнить что крупнейший мигрантский хаб например для белых иммигрантов после великой октябрьской революции и гражданской войны был берлине где скажем так ну русские с немцами воевали да вроде бы еще в берлине их принимали тут же принцип другой если ты предаешь свою страну да то тут все в порядке с этим тебя примут как раз с распростертыми объятиями с русофобией я не встречалась наоборот грузины очень поддерживающие и добродушные как там было выше флаг рашинс да там ну ладно не будем юопикс и что-то такое да так многие старшего поколения относятся к русской молодежи как детям за что я им благодарна ну по моему вот к таким надо относиться как не просто как детям как глупым детям до любой взрослый человек будь он грузин или китаец что вот что что его ругают что ли за что ну дебилы жим их ругать-то бесполезно нам как-то мы стояли с друзьями стояли на улице и громко говорили по-русски к нам подошла женщина и спросила из россии ли мы мы смутились и начали объяснять что не поддерживаем слово пропущено россию считаю считаем оккупантом она сказал я все понимаю перестаньте вы ни в чем не виноваты просто есть люди не очень умные вы пожалуйста на них не обижайтесь судя по всему женщина была умная да в россии я привыкла следить за словами обходить стороной полицейских проверять чтобы ничего не подкинули в карманы а вот и при этом чувствовал себя как на оккупированной территории насколько я понимаю обходила стороной полицейских проверяла чтобы ничего в карманы не подкинули понимаете да у нас же вот очень много вот этот вот молодой интеллигенции которая работает причем государственная компания то что мы видели на примере первого канала да а чувствует себя как в чужой стране если на митинге ко мне случайно прижимались я боялась что обшмонаю может просто нравилось марта же у нас симпатичная такая ну у сары молчать а вот да и в москве поздно вечером я не пойду по одной улице с незнакомой компанией мужчин как будто в нижнеурюпинске это безопаснее чем в москве ну или в пубелиси мы с друзьями называем такой страх построссийским посттравматическим синдромом я постоянно напоминаю себе что тут безопаснее чем в москве чтобы убедить себя в этом стараюсь идти по улице улыбаться потому что прохожие здесь всегда улыбаются в ответ так напоминает иммигрантскую так иммигрантские такие записки вот те кто в америку уехал мы приехали здесь улыбается там за ля ля все дела там как это купил себе там трусы с двумя сосиской и двумя яйцами да как у давладово вот потом спился и умер о коллективной вине мне страшно за семью которая осталась в москве и страшно за себя недавно я ходил на антивоенный митинг в тбилиси где меня с друзьями сфотографировали мы репостали фото а между собой шутили что на репостили на пожизненное антивоенный против россии естественно ясно осознаю свою коллективную причастность к происходящему но ответственность несет тот у кого есть возможности у простых россиян нет влияния на собственную власть мы их не выбирали выборы подделаны демократии нет того же вот выборы подделаны это тем по александрю ивановичу покидим люди которые говорят что мы ответственны за эту не жили при диктатуре мировой общественности плевать на дед на девушек которые выходят на митинги и которых избивает омон не надо поддаваться манипуляция манипуляциям чувством вины вина демотивирует и лишает сил бороться с режимом возможно мы сделали недостаточно мы сделали все что могли вот москве меня держалась семья и работа вот это вот меня всегда радовало ты будешь на митинг против злокозненной власти до против кровавого режима причем сам же на этот режим и работаешь получаешь от него деньги то есть но она работала на государственном предприятии она получала деньги непосредственно от государств и как-то вот ничего не конфликта в голове нету да еще осознание что моя страна на глазах лишается целого пласта умных и талантливых людей правительственный пресс выдавливает всех после нашего отъезда там останется выжженное поле из пути нестов это ребята мы с вами выжженное поле пути нестов а вот а все самые красивые и самые умные уже спалили это пугает но я понимаю что вернуться смогу а вот а вот уехать не факт как бы я не любила россия моя посадка никому не поможет я могу сделать гораздо больше если будут безопасно кстати об уехавших людях с красивыми лицами тут сегодня прошла замечательная новость что на западе в швейцарии заморозили щита чичваркина вот то есть вот таких вот эльфов их там тоже сейчас прессуют возможно о возможном возвращении в россию чтобы я вернулась россию должен смениться режим так точно произойдет потому что в мире нет ничего постоянного никто не вечен умер сталин умрет и этот узнаю узнаете да узнаете лозунги навальнят вот я хочу строить новое общество на стране надеюсь конце концов текущие события приведут больше россии мы станем толерантнее и к другим странам к мигрантам научимся вести нести коллективную ответственность за эти события но долгосрочных планов я не строю у меня есть друзья чьи родители бежали из суккум не в 90-е годы во время абхазской войны они советуют но это вот которую которую начал тенгизский тавани да они собирали вещи на два дня думали что конфликт закончится они вернутся домой с тех пор ни разу не были дома кстати тоже есть знакомые которые сбежали из баку причем знакомые армяне которые сбежали из баку когда их баку начали резать вот тоже думали что в россию так на чуть-чуть пришлось все бросить слава богу здесь устроились так что в 90-е годы а вот эти ребята вот либеральные они же топят все за 90-е да вот вот за эту свободу у них храм это ельцин-центр вот они ориентируются именно на на ту политическую реальность да когда мы со всеми дружили нас все любили и так далее тому подобное они именно на это ориентируются вот а вот а ведь и вот это вот абхазская война вот там какие в там в таджикистане ну вообще по всем по всему периметру вот эти вот войны по всему периметру союза особенно базе и на кавказе вот это же следствие этих самых девяностых годов пока же хоть и я хочу заняться же живописью документировать будни иммигрантов чтобы сохранить их для истории вот это то чем мы сейчас с вами занимаемся москве у меня только наладилась продажа работ остались недописанные холсты и может который я может быть никогда не увижу в этом тоже что-то есть картины не завершены потому что художнику пришлось покинуть и родину да их можно было бы продать дороже но когда режим падет кровавый да а вот следующая девушка последняя на сегодня или на 24 года театральная режиссерка это вообще песня ставила феминистские спектакли в россии уехала из-за страха репрессий не планирует оставаться в билиси считает что российские мигранты травмируют грузин напоминая войне 2008 года но это когда российские танки ездили по тбилиси насколько мы помним да вот из предыдущего всего жизни человека два страшных события развод и похороны но есть третье событие которое потрясает также глубоко если не сильнее но случается реже это нечто и она оставляет сильнейший эмоциональный след слово пропущено для меня абсолютная внутренняя смерть но это вообще песня это театральная режиссерка тем более она еще феминистка и судя по всему лгбт вот абсолютная внутренняя смерть моя идентичность была завязана на работе с российской культурой и искусством для этого необходима российский контекст а жить в россии я больше не смогу собрать себя заново будет непросто извините что я кривляюсь но мне просто очень не мне очень весело просто это все читать предстоит долго искать ответы на вопросы кто и что я делаю могу ли называть себя россиянка и слово пропущено предопределила всю мою дальнейшую жизнь писать книги ставить спектакли снимать фильме как раньше уже нельзя многие говорят что у нас отняли не будущее на на самом деле на самом деле у нас забрали прошло господи кто и разрешал писать книги ставить спектакли снимать фильмы 24 о репрессиях и причинах отъезда последние несколько лет я работала театральный режиссер каи в государственных независимых институциях опять в государственных институциях кстати товарищ майор делала перформативные проекты переведите мне в комментах я даже в википедию не полезу знавать что это последний спектакль который оставила рано про ману оксаны пасякины пасякина судя по всему к это великая писательница я залез посмотрел писательница поэт поэт с и феминистка да но это вот тоже судя по всему из разряда сима сапрыкиной но немножко более успешно и до публиковал стихи бугу журнале воздух с ног пол-то ну понятно да награды награды до лист премии андрея белую подобная лесбиянка феминистка все как надо вот у нас им раздают награды собственно так мы с командой делали его в центре вознесенского третий день показа пришелся на 24 февраля начало с украины теперь мы называем его фронтовым заразы а вот так и спошли словами надо умудриться я и раньше думал уехать из россии ставить спектакли делать выставки в другой стране но в последний год желание обострилось все кто работал в культуре и журналистике ощутили на себе государство и на агентство закрытие независимых институций политическое преследование миссия которую я на себя возложила работая в россии с феминистками и вверх текстами ну квир это нетрадиционная сексуальная ориентация и адаптируя их для театра превратилась в активизм и борьбу ладно я я просто молчу про наш театр да вот откуда вот этих людей деньги если вы мне скажете что это такая вот такой популярный контент что его просто с руками отрывают да и поэтому они так все быстро находят себе работу вот эти вот перфомансы все это явно не так но кто-то вот их кормит я не знаю причем кормят их государственных структурах я начала выдыхаться искать площадки для независимых постановок было все сложнее ставить остросоциальные спектакли опаснее на самом деле я подозреваю что это называется кризис вы вы же помните да у нас тут была такая небольшая неприятность под названием каин и людям стало немножко не до театров в тем более не до квир театров до было куда деть деньги в другое место это кстати ровно то о чем костя семин рассказывал в свое время интернет-блогерам а вот когда начинается в капитализме кризис вы пострадаете первые вот на такие излишества денег уже не будет вот вам придется бежать страшной власти активисты и активистки первыми попали под удар поэтому не думаю что мне что-то серьезно угрожало хотя моя фамилия мелькала кремлевских телеграм-каналах про культуру спектакль рано критиковали за разрушение духовных скреп на не знаю там лесбиянки наверно вот меня не преследовали за работу но я понимал что продолжать небезопасно то есть еще никто не трогал она уже решила свинтить вот возможно псб уже лежит моя папочка да такая с розовенькой с розовенькой ленточкой такая завязанный цветочком 2 марта заблокировали независимые сми ликвидировали дождь эхо москвы в центре имени мерхольда где оставила свои спектакли где работали мои друзья за антивоенный пост уволили художественного руководителя 3 марта в интернете появились слухи о всеобщей мобилизации чего а это видимо в ихнем интернете ну вот среди таких людей ее бы точно мобилизовали вот ее бы сто пудов вот и ванна того который выше ее ровесник его бы не взяли вот а его точно не думаю что это была паранойя мне кажется решение серьезно обсуждалось праве в правительстве но от него отказались сбережения у меня особо не было учитывая курс рубля они просто смешные мне написали друзья и сказали что у них есть свободное жилье тбилиси опять я убились и наверняка друзья есть еще и киеве и в варшаве и в праге это стопудов к бабке не ходи их сообщение стало решающим я поняла что хотя бы вопрос с жильем решен поэтому надо не терять время и действовать сборок и страхи остаться в россии сборы проходили на адреналине я была будто в боевике ездила на такси с квартиры на квартиру чтобы перевести вещи вызывала курьеров собирала чем она счета я такого боевиках не видел обычно в боевиках там если уж хороший боевик там человек берет с собой там магнум магнум да вот и все магнум и кепку и вперед какие такси с квартиры на квартиру не еще квартира не одна у этой девушки видимо да и прелесть а вот снимала деньги готовила документы эмоции не было когда я встречалась с друзьями они плакали и прощались я была сосредоточена на одном выехать любой ценой а те а вот когда это читаю у меня сразу становится перед глазами картинка из замечательного фильма вот старенького да по-моему режиссера джона карпентера если я не путаю они живут среди нас как но там когда помните чувак надевает очки видит вокруг себя монстров которые землю захватили понимаете вот эти вот люди да они ходят вокруг нас по улице мы с ними встречаемся регулярно вот у них вот такое в голове происходит да плакали прощались выехать любой ценой я купила билет в евре в ереван третьего марта а уже оттуда планировал лететь в билиси на следующий день мой рейс отменили я пытался пыталась дозвониться в уральские авиалинии в итоге только потратила время слушая шизоидную музыку на другом конце провода но автоответчик имеется в виду интересные такие определение у девушки я поняла что нужен новый план купила билет вошь кыргызстан вот это правильная мысль вот где-где а в кыргызстане с планом все просто замечательно если нужен план новый вот надо ехать уж на сдачу московской квартиры и сбор вещей у меня оставались сутки то есть квартирку она свою сдала квартирка ты здесь осталась до я не спала второй день но все успела разместила объявление в группе на фейсбуке и вот из-за таких вот идиотов потом фейсбуком заблокировали и в тот же день откликнули желающие разобраться с работой оказалось проще всего вся команда рано уехал из россии поэтому играть спектакль было невозможно даже если бы я осталась то есть понимаете да уехала не только она уехал весь театр то есть весь театр до последнего актера оказался антироссийски настроен да а вот до этого он совершенно спокойно по россии гастролировал и так далее и тому подобное да вот а как только даже не прижал а просто начались какие-то осложнения да все тут же думали за за кордон это к вопросу почему товарищ сталин арестовывал артистов поэтов художников и прочую интеллигенцию да и сажал их в лагеря а вот потому что вот вся команда раны уехала из россии а вот мой другой проект не требует моего непосредственного участия то есть какой-то проект у нее здесь еще видимо продолжается у меня дома большая библиотека в москве я вела книжный клуб уезжала с небольшим чемоданом взять все не смогла выбрала три книги сознание прикованное к плоти сьюзан сонток смайли смайлин сломашин дэрика джермана и разговоры с кейджем ричарда кастелянца мне это знаете замечательный анекдот что вы возьмете с собой на необитаемый остров вот вот я возьму там а сознание прикованное к плоти смайлин сломашин и и разговоры с кейджем да а вы что возьмете я возьму справочник по выживанию а ты умрешь вот так прошло пошло но когда выбирала книги расплакалась хотя и не смогла и не могла заплакать сначала слово пропущено за час перед выездом чего слова пропускайте и как вас уже заблокировали на территории российской федерации в чем вам терять за час перед выездом в аэропорт мне пришло сообщение что рейс отменили на мгновение я подумал что все из россии не улететь а потом взяла себя в руки и стала искать другие билеты кстати кроме самолетов есть еще поезда например можно машине уехать нашла рейс стамбул на из санкт-петербурга через час я уже выехала в питер а на следующий день села в самолет контроль на границах был максимально лояльный у меня спрашивали только цель вылета я сказал что отпуск и обратный билет досмотра не было хотя я почистила соц сети и переписки это ее еще никто не трогал я подчеркиваю да то есть она уже действует себя как шпион на враждебной земле тревоги тоже не было я заранее знал как буду отвечать на вопросы пограничников еще до начала слово пропущено у меня в марте планировались спектакли в москве и они были моим алиби какие слова знает да мол я точно вернусь во время пересадки в стамбуле я встретилась со своей подругой в стамбуле у нее подруга меня трясло и я все время говорил я не верю мне кажется меня депортируют я не верю что все это закончилось меня точно заберут пока у меня так пока у меня не получается читать и писать я ем много сладкого и вредной еды я никогда не любила сериалы но вчера посмотрела один сезон глупого шоу эмилии в париже на нетфлик сзади не могу заставить себя сделать зарядку я стараюсь дать своему организму отдых и создать себе тут рутину мои родители психотерапевты понятно они учили что ничто так хорошо не влияет на психологическое состояние как четкое расписание следований ему а то есть то что она как раз не делает ну вот у этой девушки как раз нету никаких проблем судя по всему с баблом да то есть она там все хорошо чувствует а у нее друзья же везде о том как российские мигранты травмируют грузин о боже мой мне тревожно что я слышу много русской речи на улице мне не хочется тусоваться и радоваться отъезду потому что радоваться нечему нечему а еще я чувствую вину что я тут грузины святые люди даже после 2008 года они проверяю проявляют к русским эмпатию понимание дальше она по моему даже скажет почему я не хотела бы здесь оставаться сюда меня никто не сбал здесь безвизовый режим некоторые русские говорят как же грузины смогут отказаться от денег москвичей вот поэтому эмпатии и понимание ходят разговоры что русские привезут капитала откроют ипп и и в тбилиси поднимется экономика что близьи что-то не то с экономикой важнее другое историческая память ипп может быть это историческая память происходящее сейчас это ретравматизация событий 2008 года ну да когда грузия напала на южную осетию там помните вот саакашвили вот это вот все почти все грузинские семьи пострадали из-за войны в южной осетии и их родственники либо погибли либо стали беженцами не все россияне знают о том что россии причастны к этой войне бездумно говорят с грузинами на русском это главное это главное а не разговоры что грузинская экономика поднимем поднимается благодаря русским айтишникам я немножко заблудился в голове у этой девушки честно скажу я видел граффити на улице ростовели с надписью рэшнс а ну welcome here я против любой дискриминации но грузины пытается защитить свою страну я против любой дискриминации но но это другое да это другое с агрессией в свой адрес я не встречалась но естественно там же все твои друзья но стараюсь сделать все чтобы стать незаметной даже с мужем в общественных местах я говорю по-английски то есть вот все это время на протяжении вот всего предыдущего текста там у нее еще был муж который уехал вместе с ней она при него тут как-то забыла она так погружена в себя в свою в свою это вот уникальную личностную мушку а привилегиях и желание уехать во францию театром зарабатывать невозможно это убыточное занятие оно везде убыточное у нас оно тоже убыточное где она брала бабки поэтому я особо не переживаю за денег и как было прикарный то есть социально неустроенный класс прикреп то есть люди которые зарабатывают на случайных работах вот этого девушка социально неустроенный класс вот тут очень хочется сразу перемотать наверх статьи где парень живет на 5 ларе день а вот он да да он дебил но про него так можно сказать а это-то у нее судя по всему и без работы день с деньгами все хорошо родители психотерапевты я не знаю может из-за этого вот и социально не защищенный так и осталось моих денег хватит на несколько месяцев ну ахренеть тебе моих денег хватит на несколько месяцев это большинство россиян про себя так сказать не могут которые здесь живут и работают там я не знаю на зарплату да шикарно меня очень жалко это мадам сейчас нестабильное время но я решила что полная пора исполнять мечты раньше казалось что уехать учиться или работать за границу сложно надо проделать титаническую работу сейчас я потерял абсолютно все кроме квартиры квартиры и судя по всему ни одной в москве да и родители психотерапевтов которые в москве остались моих занятий в москве больше не существует возвращаться не хочу впереди пространство для любого выбора даже самого неожиданного перед девушкой открылись горизонты ура мой день право проходит со звонок я общаюсь со знакомыми которые уехали учиться в европу или сша узнаю какие для этого нужны документы какие есть программы или игра и гранты еще ну вот она точно грант найдет и у гбт тематика театр вот это все это запросто еще я связываюсь с западными сми потому что могу находясь в безопасности рассказывать о том что происходит в россии да ну это тоже знакомо да это когда мы бежим на запад и рассказываем как у нас тут едят детей и так далее и тому подобное девушка точно найдет себе место ей точно дадут грант она точно организует свой лгбт театр вот потому что она уже работает на врага да как бы это мой вклад который я делаю чтобы немного изменить ситуацию также я начала работать над своим первым фильмом я хочу снять истории российских политических иммигрантов грузии слушайте был какой-то фильм про а про это самое про 2008 год про вот эту вот войну до сэнди гарси тоже вот такого плана ведь мы такие же люди снимали прекрасно я учу французский язык что меня успокаивает и в будущем хочу приехать во францию пока непонятно когда смогу уехать из грузии может через пару месяцев или через год во франции живут несколько моих знакомых но предложение о работе я не получала странно учебы в этом году не получится все дедлайны по приему в университет и прошли за свое будущее не боюсь сейчас люди которые занимались культурой уехали в самом привилегированном положении ну да потому что это это обслуживающий персонал это люди которые работают на тех кто им платит их корни при этом они говорят все что угодно это люди обычно без убеждений ну понимаете мы за последние десятки лет вот парочку до десятков лет мы на них так насмотрелись нас столько примеров вот этого там ахиджакова с одной стороны певцов с другой стороны там еще что-то люди которые меняли свои убеждения по щелчку масса советских блестящих актеров которые оказались на поверку антисоветчиками да и шкурами вот и так далее и тому подобное то есть вот это вот среда она если ее не строить жестко она порождает этих людей вот таких вот так которые за то что за грантик да за за театр все что угодно расскажут что путин сам лично при ней ребенка съел бы расскажет мы будем нужны и востребованы наш капитал в способностях и таланте да да возможно первое время ничего не будет получаться тогда я спокойно поработаю няней не дай бог или пойду мыть чашки но это это вот уже такая поза ты пойдешь мыть чашки девочка ты на свое пальтишко посмотри в чашки она пойдет тем более что я понимаю для чего это делаю будет сложно но со временем мы все преодолеем катастрофы нет но когда я думаю про закрытие в россии предприятий про людей которые работали в магазинах и на заводах мне становится больно а когда ты проси жила и делала вот эти вот свои лгбт театральные проекты тебе больно не было да за этих людей тебе было на них похер ты о них вспомнила только сейчас сидя в тбилиси за кордоном а вот и давая интервью зарубежным сми ну вот так вот это все выглядит записки будущих революционеров будущих свергателей режима на в реальном времени я единственное хочу вот тут еще один маленький дисклеймер может быть вам показалось да что я как-то из человека с левыми взглядами внезапно приборотился в охранителя и ура патриота нет вот меня никакие взгляды мои не поменялись и мне остаются прежними крайне критичными по отношению к нашей современной действительности но в этом смысле я всегда пользуюсь принципом который очень четко обозначил владимир высоцкий в одном из своих интервью до иностранной прессе когда его начали спрашивать что-то там про политику да так далее он сказал ну я не точно цитирую по памяти что у меня к моей стране есть претензии но обсуждать я их буду не с вами вот обсуждать я их буду с моей страной вот а вот это вот все настолько прекрасно не знаю просто дело в том что они же не все уехали уехали только или полные идиоты да или люди которые знали что они там смогут устроиться которые раньше хотели уехать и тут внутренние миграции которые уже себя не связывают с этой страной как они говорят вот и у это для их просто немножко подтолкнуло но многие которые так думают но просто возможности имеют поменьше они у нас остались они у нас остались в государственных учреждениях они работают в наших школах учат наших детей в наших театрах музеях и так далее и тому подобное какие прекрасные люди вот причем я вот и далек от того чтобы их в чем-то обвинять это продукты нашей системы образования как я уже говорил в ролике про сашу панчина это продукты системы как то у которой символ это фаллический ельцин центр и и пока он будет стоять вот эти люди будут воспроизводиться множиться и проникать во все сферы нашей жизни и всегда нашим западным партнерам будет достаточно только свистнуть и поманить грантикам и моментально их окажется замечательный материал для пропагандистской работы против нас но сожалению ельцин центр нашей власти как-то замечательно сочетается с противостоянием с западом да то есть лучше facebook отключить понимаете это поможет наверняка да но ельцин центр закрывать не надо тут проскочила какая-то новая что тебе предложили его закрыть вот но это по моему это несерьезно вот так вот все что я имею сказать о современных революционерах современной ситуации я надеюсь вафельное полотенце помогло всего хорошего хорошего настроения рот про и и и и